А куда пойдем? Да никуда не пойдем, урод! Ты что, тупой что ли? Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты маме сказал, что ты не хочешь со мной гулять! Лучшее короткометражное кино со всей России – таков девиз нынешнего, уже девятого, по счету фестиваля авторских фильмов. Те, кто в будний день смог вырваться в отдел искусств Центральной библиотечной системы на конкурсные просмотры, смогли оценить и широкий спектр затрагиваемых молодыми режиссерами тем и нестандартную подачу материала. Они разноплановые, так скажем. То есть есть анимационный фильм среди них, есть так называемые артхаусные фильмы, то есть экспериментальные, не для всех. Но это, конечно же, спорный вопрос, потому что большинство людей у нас сейчас очень даже образованы и в сфере кино в том числе. Игровые, документальные и экспериментальные фильмы длительностью не более 30 минут. Закрытые показы всероссийского конкурса заинтересовали молодых творческих людей и достаточно взрослую публику. После каждого просмотра в специальные бланки зрительское жюри выставляет баллы, которые будут учитываться при подведении итогов фестиваля. Самые строгие судьи, конечно, пенсионеры. Художественные фильмы и документалистику смотрят часто, но и авторским кино увлечены не меньше. Кроме того, я короткометражное смотрю, слежу за рыбьим глазом. И даже кто у нас в Ангарске занимается этим делом, я как бы стараюсь подтолкнуть, чтобы они создали фильмы. Ну, старое поколение, оно уже как бы и в технике отстает, но все равно оценить что-то мы можем. Всего в рамках закрытых показов Всероссийского фестиваля арт-кино ангарчане смогут посмотреть 23 фильма. Премьеры будут проходить в отделе искусств Центральной библиотечной системы ежедневно до 23 апреля. Для ценителей кино вход бесплатный. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.